Они располагаются по кресту, и они выжмут точность, которая нужна этому лазеру несчастному. Ну, на этом мы договорились. Вот так примерно родилась крона. Таким образом, к середине 70-х годов окончательно сложился облик кроны. Комплекс состоит из двух частей. Радиолокационная, с дециметровым каналом А и сантиметровым каналом Н. Оптическая часть, лазерный локатор и оптико-электронная станция обнаружения. Всего планировалось создать три крона. На Северном Кавказе, Памире и Дальнем Востоке. Таким образом, уже на первом витке можно было бы узнавать назначение любого низкоорбитального космического средства и принимать необходимые меры. Это именно средства, которые были созданы для ведения войн в космосе. Именно для ведения звездных войн. На геостационарах мы не повоюем. И до круговых полусуточных орбит тоже не достанем. Чтобы увезти туда оружие, нужно день или два выводить туда аппарат. Совмещение оптических и радиолокационных средств поставило перед разработчиками проблему выбора места расположения головного образца. Ни один из предложенных вариантов не устраивал сотрудников 45-го института. И вдруг выходит в правде статья. Ну, может, информация была и раньше. Но в статье написано, что введена в данную эксплуатацию специальная астрономическая обсерватория в станице Зеленчукской. Эта башня построена на высоте 2000 метров в горах Карачаева-Черкесии. Предназначена она для крупнейшего в мире телескопа. Таким глазом можно будет увидеть свет горящей свечи, зажженной на Луне. Главное же назначение телескопа — изучение небесных миров за пределами нашей галактики. Он поможет ученым разгадать тайну происхождения, строения и развития Вселенной. Но ученые наотрез отказывались пустить военных в окрестности своей знаменитой обсерватории. Они нашли мощную поддержку в лице одного из создателей советского атомного оружия. Президента Академии наук СССР Анатолия Александрова. Но гонка вооружений в космосе вышла на новый этап. Совершенно секретно. 21 декабря 1975 года. Москва. Секретарю ЦК КПСС по оборонным вопросам. Дмитрию Устинову. На заводе ВВС США в Палмендейле завершается строительство первого орбитального корабля многоразовой космической транспортной системы «Спейс Шаттл». С ее помощью Пентагон намерен выводить на орбиту грузы массой до 30 тонн, в том числе спутники-разведчики и ядерные ракеты «Космос-Земля». Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Проведенный в 45-м институте анализ показал, что в случае старта с южного полигона в Калифорнии трасса полета в Шаттлов будет проходить над Северным Кавказом. Ученым пришлось уступить военным и позволить разместить крону неподалеку от своей обсерватории. Для размещения оптического локатора была выбрана гора Чепал высотой более 2000 метров. А в 30 километров от нее, возле станицы Сторожевой, на уровне 1300 метров расположились радар и командно-измерительный центр. Своё название комплекс получил за антенну дециметрового диапазона. Она действительно похожа на крону дерева. Антенное полотно весом в 20 тонн собрали на земле. Для его подъема использовался уникальный кран. Таких в Советском Союзе было всего два. В своё время они создавались для установки космических ракет на стартовый столб. Балансировку и работу приводов вращения антенны с риском для жизни проверял лично Владимир Сосульников. Вращается 120-тонная махина, даже с малыми скоростями и ускорениями. Это не очень большое удовольствие. Ему нужно было определиться с некоторыми моментами. Там были геодезические репера, поставили Теодолит, его привязали в верёвку, он говорил, крутите на мою ответственность. В начале 1984 года сотрудники предприятия «Гранит» приступили к монтажу и настройке оборудования. Особенно тяжело доставалось тем, кто работал на вершине горы Чепау, где зимой температура падала до минус 30 градусов. Значит, берёшь осциллограф, это килограмм там 15, и зима, ветер, и идёшь между сооружениями. Как мы шутили и говорили, это чтобы, когда ветер, чтобы походка была не прыгающая, а так, пригружен был. В том же 1984 году на Крону впервые приехал и Владимир Сорокин, который впоследствии возглавил модернизацию комплекса. Но вначале у молодого сотрудника возникали проблемы. И я с одним из офицеров смотрю, я молодой ещё, слушай, а здесь по инструкции эксплуатации нужно повернуть штурвал. Я говорю, подожди, он уже крутит. И мы с ним смотрим, эта вода куда-то исчезает. Мы смотрим, на бак уровень воды падает, 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 падает. Он говорит, так не бывает, она где-то должна проявиться. И вдруг эти тонны воды со второго этажа на все наши головы полетлистят. 17 мая 1985 года было принято знаменитое постановление ЦК КПСС о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма. В наше общество идёт настоящую войну с пьянством. Спасибо вам, вам дали возможность. И пока алкоголизм не побеждён, каждый новый день – это новые жертвы. А вообще я похожа на Марина Владимировна. Я голосую с обеими руками за борьбу с алкоголизмом. Нам нужно бороться больше с тем, кто действительно пьёт, наказывать их и рублём, и, может быть, даже и, так сказать, в уголовном порядке. И всё равно и красивые, и лучше всех. В борьбе за здоровье нации казна недосчиталась миллионов рублей. Из-за финансовых трудностей правительство СССР приостановило строительство комплексов «Крона» на Дальнем Востоке и Памире. Лишь на головном объекте, в станице Сторожевой, работы продолжались. Но неожиданное происшествие и здесь едва не сорвало сроки строительства. Во время монтажа и настройки один товарищ, нечаянно в обращающем сочленении, выдернул изнутри кабель. Окно было настолько маленькое, что рука человека туда не забиралась. Сорвались сроки, нужно было демонтировать эту штуку. Чуть не месяц работы. И главный, просто, не знаю, главный казун, ну, просто в смятение пришёл. Ночью один из монтажников, проявив талант знаменитого фокусника, сумел под невероятным углом просунуть руку в технологический люк и произвести ремонт кабеля. Всем утром объявил, что всё готово. Все подумали, что это шутка злая, что можно работать. А когда действительно поняли, что действительно всё починено, главный конструктор бросился покупать в магазин. Но по тем временам это была безалкогольная компания, тогда борьба была. Вот. Он крюшон ему купил. У меня бутылка до сих пор хранится с его дарственной надписью. В 1988 году состоялись конструкторские испытания РЛС канала А. Во время их проведения произошла серьёзная авария. Выгорели все излучатели. Испытания закончились шутливым актом о приёме об испытаниях. Что канал А готов, но сгорел во время испытания. Канал Н не сгорел, но не готов. И вся комиссия дружно, под хохот, чуть не заплакавшего сосульника, подписала и ссак. Всего через месяц антенна снова заработала уже без всяких проблем. Теперь основные хлопоты доставлял вычислительный комплекс на базе ЭВМ Эльбрус-1. Сложная машина могла поставить в тупик даже самых опытных специалистов. В полной безнадёжности Евгений Емельянович Милентьев, главный конструктор вычислительного комплекса, эх, да ладно, садился на балкон, доставал баян и часа четыре играл, думая о чём-то своём. После печально знаменитой посадки 28 мая 1987 года в Москве западно-германского самолёта, управляемого Матиусом Рустом, произошла смена руководства советских вооружённых сил. В то же время началось сокращение оборонных программ. Угроза закрытия нависла и над комплексом Крона. 1989 год. Рухнула Берлинская стена, наглядный символ Железного занавеса. Казалось, что Холодная война закончилась. Правительство СССР резко сократило финансирование оборонных проектов. Какой в них вложен талант? Какие миллиарды? Как же напрягалась бедная наша экономика, чтобы всё это сотворить? И сама надорвалась. И питомцев своих оставила ни с чем.